25 мая предпоследний день чемпионата мира подарил нам всего два матча но зато какие погнали швеция чехи швеция прошла турнир без единого поражения и каких-либо овертаймов хозяева турнира одержали лишь четыре победа в основное время единожды выиграли в овертайме и два раза потерпели поражение но сейчас это ничего не значит первыми открывают счет шведы павел заха заигрался в углу постам брюнс если что перехват бросок маркус юхансон открывает счет 1-0 три минуты спустя вбрасывание в зоне шведов чехи выигрывают долго заряжает мартин нечес щелчок оправдывает наличие шлема вратарей отскок и доминик кубалик сравнивает счет 11 20 секунд спустя шведы мчат сковоротом чехов эриксон пас кэмпе пас конек бауэра забивает гол записывают на владельца коньков маркуса петерсона пицбург пингвинс 2-1 меньше двух минут проходит чехи в атаке не час лакросс или пас пас кистевой дэвида кэмфа вновь обнуляет лидерство шведов 2-2 второй период игра стала как будто бы аккуратнее но вот возня в шведском углу рикошет от судьи чехи втроем на пятаке он же и каша записывает гол на себя шведы орут на рефери чехи празднуют бывает каких-то 20 секунд спустя очередное вбрасывание в зоне шведов чистая победа убийственный слэп-шот мартина не часа с передачи кубалика 2-4 три минуты позже шведы вроде атакуют но внезапно в атаке чехи 3 в 2 розыгрыш пас замкнул доминик кубалик 2-5 это точно шведы в желтый-синий форме и вот желтый-синий в большинстве розыгрыш пас на вершину угол в касание юэль эриксон 3-5 шведы шведы и третий период и большинство шведов но ошибка каша нежадный лукаш быстрый обыгрыш на изи гол 3-6 седьмой гол почему-то не попал хайлайты это был седлок дубль но в конце концов ну гол и гол чуголов не видели а зато вот пустые ворота и может быть восьмой но это же гол так нерасторопно входят чехи да нет судья думает иначе офсайт но угол на результат это не влияет итоговый счет 3-7 хозяева турнира финале ждут итогов матча канада швейцария а вот он кстати канада без поражений прошла турнир швейцарцы разок проиграли в основное и овертайме кстати канадцам аккуратно хоккей острые моменты и вот большинство пас вдоль синий кевин фиала лос-анджелескингс щелчок в девятку 1-0 небе рушка и вновь большинство швейцарцев ситуация один-в-один фиала вновь щелчок отскок от мина нейдерайтера 2-0 и это под занавес первого периода в раздевалочку так сказать кстати сборная россии пока не играет на чемпионатах и хафе а между тем многие игроки в нхл уже освободились от своей работы например и александр овечкин на канале есть шикарные фильмы про него в моей озвучке вот ссылка наверху справа суммарно собрали больше двух миллионов просмотров советую посмотреть и вам заодно поймете каких игроков не пустила и хафе возвращаемся к матчу второй период обещал остаться без голов ну вот вязкая атака канадцев наброс от синие раскопки на пятаке нашли нашли гол брендан танев четвертая подобная шайба с пятака на этом турнире 21 третий период пустой ничего хотя мило не забрасывать пустые ему мешает то ли точность то ли четкость колтона по райка сент-луис блюз а за три минуты до конца выбрал с шайбой две минуты большинство канады розыгрыш бедарт джон товарос сравнивает счет 22 матч продолжается сегодня точно будут еще голы под конец периода швейцарцы решили развлечь себя два удаления подряд но все же наступил овертайм ничего не помогло булиты педарт бросил низом открыл счет 1-0 канада впереди отвечает кевин фиала очередная небе рушка 1-1 по булитам андриета свен гол кистями ставит точку в этом матче канада завтра встретиться со шведами кехи дождались швейцарцев на сегодня все подписывайся комментируй будь позитивным пока